У нас есть уже совместный проект, это и Министерство Драхани, и общественная организация, в первую очередь Красный Крест, обучение первой помощи. Даже не первой медицинской помощи, а именно первой помощи. Что тогда, когда счет идет на минуту и на секунду, чтобы рядом оказался человек, который знает, что делать. Потому что с точки зрения медицины мы развиваем концепцию золотого часа, что в течение часа человек получил самую квалифицированную специализированную помощь. Но в ряде случаев, если в первые секунды не оказалось рядом никого, кто выполнит достаточно простые действия по первой помощи, то вот эта специализированная помощь уже будет просто не нужна, и некому будет оказаться. И очень показательно, что мы сейчас собрались в Академии управления, где проходит обучение действительно управленцев, то есть это руководящие кадры. И мы показали, что Министерство Драхани, общество Красного Креста, система госуправления должны вместе решать задачу информирования населения и борьбы за каждую жизнь. Вам нужна помощь? Мужчина в сером костюме. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Девушка лет 35, без сознания, без дыхания. Сегодня в Беларуси существует уже 28 центров Красного Креста по обучению и первой помощи. Работает 127 инструкторов. И каждый год вот эти 127 человек могут обучить 20 тысяч населения. Обучение происходит по разработанным стандартам и программам. Базовый курс составляет 16 часов. Но для специалистов это 32 часа. И есть специальные курсы для молодых мам. Потому что действительно молодая мама может столкнуться с любой ситуацией, оставшись один с маленьким ребенком, который вдруг перестал дышать, вдруг упал, вдруг захлебнулся. И самое главное, чему учить первую помощь, не растеряться и знать, куда обратиться. Кроме лекций мы выходим на практик ориентированных занятий с руководителями. В свою очередь руководители должны передать эстафету своим подчиненным, для того, чтобы любой гражданин имел возможность оказания первой помощи в случае необходимости. Сегодня мы на практике попробовали, каким образом можно проводить сердечно-легочную реанимацию. Попробовали, посмотрели, уточнили. Сегодня этот опыт можно транслировать как и у нас, так и в остальных отраслях на уровне исполкомов, министерств отраслевых. Сегодня мы научились восстановить дыхание. Вот я поработал на манекене, к сожалению, только на 40% спас. Но есть когда стремиться тренироваться и когда эти навыки будут уже выработаны до автоматизма, оно, конечно, будет гораздо полезнее, я думаю, для себя в первую очередь, ну и для человека, в отношении которого буду принимать вот эти вот меры по реанимации. Очень волнительно, для меня это вообще первый раз. То есть никогда помощь первую не оказывала и даже не было ни на каких курсах. То есть очень вообще ответственность даже чувствуется, что в ситуации какой-то, если что-то случится, чтобы сделать все правильно и помочь человеку.